Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, ссылка в описании. Становитесь спонсором на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Эфир достигает месячного максимума. Эфир оказался одним из самых успешных альткоинов на этой неделе. Монета за последние 7 дней подорожала на 39% до 1519, это максимальное значение с 12 июня. Минувшей ночью эфир ненадолго прорывался выше 1600, но не удержал позиции в этом районе и отступил. Капитализация крипты в ходе азиатской сессии 19 июля приблизилась к 185 миллиардам, пишет Coinspot. По данным команды Sentiment, уверенный рост стоимости эфира в июле стал результатом очередной активизации китовых адресов с балансом от 1000 до 100 тысяч эфириумов. Эти кошельки покупают альткоин на протяжении последних нескольких месяцев. Они воспользовались майским и июньским обвалом монеты. С начала мая в сети эфириума появился еще 131 адрес с балансом до 100 тысяч эфириумов. Активность эфириум кошельков усиливается с конца июня. По данным Etherscan, среднесуточное число транзакций на блокчейне к 18 июля достигло 1,213 миллиона. Пользователи готовятся к очередному обновлению блокчейна эфира. По словам разработчиков, слияние сети должно состояться в сентябре 2022 года. В результате резкого укрепления курса эфира в сети доля прибыльных адресов достигло 58%, то есть эти инвесторы приобретали альткоин по ценам ниже 1500. Это означает, что рынок восстановился, но праздновать еще слишком рано. Начало этой недели стало приятным сюрпризом для криптоинвесторов и трейдеров, так как некоторые альткоины показывают двузначный рост, а крупнейшие криптовалюты на рынке растут и достигают новых уровней, но, возможно, еще слишком рано праздновать факторы все еще есть. Европейские данные по инфляции Выход данных по CPI в США обычно считается более сильным сигналом для инвесторов, поэтому он оказывает большее влияние на рынок криптовалют. Но те же данные по ЕС могут также сильно повлиять на рынок криптовалют, учитывая процент трейдеров на рынке криптовалют в Европе. Кроме того, Великобритания, Канада и Япония объявят свои июньские индексы потребительских цен. Поскольку многие развитые страны объявляют данные по инфляции, инвесторы увидят реальное состояние мировых финансовых рынков. Финансовые эксперты и аналитики ожидают повышения показателей инфляции, аналогичных данных США или даже выше. Учитывая относительное спокойствие Евроцентробанка по сравнению с реакцией финансового регулятора штатов, который остается ястребиным, доллар штатов теряет свою силу. Рост DXY является одним из основных факторов, толкающих цену иткоина вниз и не позволяющих ей набрать больший импульс на рынке в дополнении к отсутствию притока на рынок. За последние два торговых дня доллар США потерял более процента от своей стоимости и достиг недельного минимума. Основной причиной может быть желание инвесторов обезопасить себя от потенциально мягкой реакции ФРС на данные по инфляции, которые мы получили ранее на прошлой неделе. DXY также может войти в режим восстановления, отстывая после роста в течение последних 50 дней по отношению к другим валютам. Потенциальное усиление денежной кредитной политики в Евросоюзе также вызовет падение стоимости доллара по отношению к евро. Альткоины обретают второе дыхание, несмотря на макроэкономическое давление, которое сохраняется на рынке криптовалют. Альткоины, такие как LDO, Matic и Ethereum демонстрируют высокие показатели на рынке крипты. Инвесторы эфира получили больше надежды в сети после обновления слияния. После релиза Ethereum Classic, который позиционирует себя как настоящую версию Ethereum, вырос более чем на 35%. Токен управления Lido Finance LDO также получил огромный прирост, поскольку децентрализированные платформы остаются одними из крупнейших игроков в Ethereum 2.0, извлекая выгоду из предстоящего обновления Ethereum. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.